Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Коммент Бай, сейчас я на одном из объектов, перед вами здесь баня стоит, буду два вопроса закрывать по дымоходам и на том объекте стоят барбекюшница. Будет загильзовка, кирпичные кладки, кирпичные кладки уже стоят, моя задача загильзовать, банная печка будет, под один аппарат будет гефест стоять, а под той кирпичной кладки сейчас подойдем, расскажу. Так, здесь у нас будет барбекюшница, дело в том, что планировался еще камин с другой стороны сейчас зайду. Что я буду делать? Барбекюшницу также буду загильзовывать, выход будет правее стоять. Почему барбекюшницу надо загильзовывать в этом объекте? Объясняю, потому что здесь кирпичная стена, она идет внутри дома и если конденсат попрет, то он попрет вот с этой стороны, это нехорошо, поэтому несмотря на то, что барбекюшницы говорят не надо загильзовывать, нет, поверьте, лучше ее загильзовать, потому что если пойдет конденсат, то у вас будет много проблем. С камином тоже были здесь вопросы, камин планировался здесь устанавливаться, но заказчик ушел от этой идеи по следующей причине. Идем наверх, покажу вам почему. В продолжении разговора будем говорить о том, почему заказчик отказался от камина. Отказался по следующей причине. Дом в дизайнерском стиле сделан, то есть люди работают над ним, вот такие вот у него формы квадратные, ну будет красиво, я видел этот рисунок, реально классно будет. Но есть один момент, это вот эта шахта, которая очень низкая, плюс вот этот вот отбойник. Не знаю, для чего его ставили, как мне заказчик сказал, что это просто сделали для красоты. Ну не знаю, красота здесь у каждого своя. И смотрим, у нас всего лишь в камин идет 2 метра трубы, и 2 плюс метра трубы, если мы разгонные еще возьмем, общая сложность 3 метра. Камина на таких, на такой высоте они не работают, поэтому даже не думайте, не запускайте. Я предложил несколько вариантов. Первый вариант, поднять эту вот кирпичную кладку вот на этот уровень, чтобы сделать проветривание, потому что если не сделать проветривание, а ставить вниз, то ветер, он будет отбивать вот в эту вот стенку, и обратно все будет засасывать в шахту. Будет заветривание такое происходить, не работает. Тяга будет нестабильна, железобетонна. Поэтому первый вариант было поднять шахту кирпичную, и второй вариант сделать вот здесь вот алмазкой аккуратненько отверстие и трубу прогнать. Тоже заказчику не понравилось, но как бы не было, камин отказались ставить, с дизайнером пообщался, он пообщался с людьми, ну, нет проблем. Я при расчете дымоходов все равно ему поставил, говорит, вы подумайте, не спешите. Подумал, все окей. Убирается камин, но при этом барбекюшнице тоже может быть вопросом. Высота небольшая, еще раз повторяю. Но барбекюшница, большой, огромный поток воздуха, будет открытая веранда. И воздух он будет засасывать в камин, вернее в барбекю, и будет выходить активно. То есть здесь вероятность того, что будет тяга нестабильна, ну, очень маленькая, но она все равно остается. И на крайний случай я выведу здесь круглого диаметра трубу для того, чтобы потом можно было красиво выйти алмазка, если будут какие-то вопросы, сделать отверстие и алмазным диаметром. Алмазным отверстием делали отверстие и вышли круглой трубой двухсотого диаметра. Да, вот это тоже будет. С ним согласовал этот момент, он знает о этих нюансах, поэтому будем работать. Ну и снова же, дизайнерскими домами реально тяжело работать, потому что приходится как-то так выходить из ситуации. Ну, здесь человеку пришлось пожертвовать именно камином. Ну, с другой стороны, электрокамин тоже неплохая вещь, но это немножко не то. Почему? Ну, потому что в нем нет души, в нем нет вот этого вот тепла, который дает огонь. Огонь, который можно контролировать. Это классно, особенно, когда это в большом доме. Сейчас я приступаю к работе. Вот наш, грубо, объект. А теперь при помощи каких-то средств мы будем решать проблему. Труба там кирпичная 140 на 250 либо 260, поэтому в шахту кирпичную будем вставлять такую овальную трубу толщиной металла 1 мм. Для меня неважно, это барбекюшница или не барбекюшница, я ставлю 1 мм. Единственное, что можно сделать, что я могу еще поставить, там 304-ку, 0,5-ку. На барбекюшницу могу поставить. И это будет стоять, никаких вопросов не будет возникать. Тикс-варка, в стык идет, про струбное соединение. Мама, папа. То есть, в случае, если мне надо подрезать, я трубы соединю. В начале мы... Что у нас будет так? У нас будет из шахты выходить вот такой угол 200-го, под углом 45 градусов. Почему? Потому что вот здесь в дальнейшем будет такой барбекю, будет конус сделан, такая вытяжка. И в эту вытяжку надо будет врезаться. Это уже потом. Поэтому никто не знает размеры вытяжки, не знает, где будет центр смещен. Поэтому моя задача сделать так, чтобы потом в дальнейшем люди не мучились и не тратили очень много времени для того, чтобы подключить барбекюшницу. Поэтому в итоге у нас выйдет вот такой вот угол под 45 градусов из стенки. И это в шахте один выход идет с овала на круг. И второй также идет с овала на круг. Вот таким вот образом. Вверху все соединения проварены, обработаны химией. Ну, обработаны химией, потому что я попросил. Но изначально это ничего не обрабатывается. Потому что вот эти вот швы, они будут на видном месте. Ну, я заказчику делаю такой маленький бонус. Закончил я монтаж дымохода для барбекю. Смотрим, что у нас получилось. Давайте я поднимусь немножко повыше. Смотрите. Как бы ни было, вся система, запомните, собирается по конденсату. Этот объект не исключение. Дымоход для барбекю, да, окей. По дыму ее тоже не надо собирать. Все собирается по конденсату, и в итоге я вывел вот такой вот патрубок 25 см. То есть сейчас, конечно, это не 25 см, это 5 см выходит у нас из этой плоскости. Для чего это нужно? Для того, чтобы неизвестно, когда станет сама вытяжка, когда ее владелец этого дома поставит. Поэтому здесь, возможно, будет сначала отделка, потом поставится вытяжка. Когда вы выводите вот такой вот патрубок, то заказчик, либо отделочник, они неограничены. Им не надо думать потом, как вставить трубу. Ну, представьте, у вас с этого куска нет трубы, выходит угол 45 градусов, наполовину уходит, да, даже не наполовину, а на треть. И заказчикам, отделочникам, ну, довольно тяжело обыграть. Сейчас можно обыгрывать его как угодно. Напоминаю, шахта одна у нас здесь была, вторая вот здесь. Поэтому здесь кирпич от начала до конца. Потом просто, скорее всего, у нас будет соосность, центр вытяжки будет, и просто угол 90 и заведется 45-м. Либо регулируемым углом 90 градусов, может быть, черного металла, не знаю, это уже потом. Моя задача предусмотреть все вопросы, которые возникнут в дальнейшем при монтаже другого оборудования. Ну, да, на момент это сама вытяжка. Потому что комплекс какой будет, неизвестно. Неизвестно, что только это будет барбекю. Открытая либо закрытая веранда тоже неизвестна. И давайте поднимем сейчас мы наверх, я вам покажу, какие у нас еще там вопросы возникают. Потому что надо понимать, что... А, давайте покажу вам. Смотрите, еще здесь. То есть мы выходим вот с левой стороны. Для чего, еще раз напоминаю, здесь не появится конденсат. Потому что если вот этого не сделать, то, возможно, появился бы конденсат. Ну, представляете, когда сделано, когда уже все красиво, вся отделка сделана, и появляется конденсат. Господи, люди за голову берутся. И там уже другая работа. Это снова штробиться. Это снова нарушать... Портить отделку. Ну, не дай бог. Поэтому лучше поставьте дымоходе трубу, загильзуйте и спите спокойно. Надеюсь, все-таки, сейчас пока иду, что заказчик передумает с каминным дымоходом, потому что его дизайнер переубедил. Ну, я не буду как бы много здесь на эту тему разговаривать, потому что реально камин используется, когда есть основное топление, 5-6, может, 10 раз в год. Поэтому дизайнер на это надавил, и заказчик отказался. Ну, вы должны понимать, когда вы топите эти 5-6 раз, да, на Новый год, на Рождество, на день рождения, ваши детей, ну, это очень приятно. Это очень приятно, потому что это огонь. Это огонь регулируемый. Когда он есть в доме, ну, это не сравнится с искусственным камином. Поговорили, да? Теперь смотрите. Вот здесь мы сделали следующее. Вот так это сейчас все выглядит. Я вывел кусочек трубы 200-го диаметра. С овала перешли на круг. Для чего? Скорее всего, очень большая вероятность, что здесь будет плохая тяга. Особенно, если когда-нибудь заказчик закроет веранду, навес какой-то сделает, стеклом закроет, неважно, то тяги, скорее всего, не будет. Это на 99%. Когда это открытая барбекюшница, с тягой проблем не будет. Ну, как только закроет помещение, все. Потому что здесь буквально полтора метра трубы. Это очень мало. Не полтора, немножко больше, 1,7. Это очень мало для барбекю, 200-го диаметра. Здесь шахта прямоугольная. Поэтому вообще хорошо было бы здесь 250-го диаметра. Но, к сожалению, этого невозможно сделать. Все. А, почему я вывел еще? Объясняю. В дальнейшем, если тяги не будет, то здесь просто делается отверстие. Вот здесь. Алмазная коронка. И труба выводится уже выше вот этого вот места. Потому что вот эта зона подпора воздушного. Из-за него проблема. Нельзя. Еще не надо забывать об одной вещи. Потому что сейчас могут начаться комментарии. Надо выводить за общий грибок. Если бы это был бы камин, твердотопливный котел, газовый котел, я обязательно бы вывел вот эту вещь за общий грибок. Но здесь дизайнерское решение. Поэтому оно где-то стоит выше моего монтажа и правильного монтажа. Да, барбекюшница, да, она будет работать. Но моя задача просто людей предупредить о том, какие возможные проблемы будут в процессе эксплуатации. Здесь просто вот это вот потемнеет, конечно, плита. И еще, возможно, отсюда будут потеки конденсата. И они начнут капать. От этого не надо забывать. Поэтому здесь собрано не по строительным нормам. Но, к сожалению, либо к счастью, здесь еще стоит такая вот перегородка. Потому что вот эта вот каминная труба, которая предназначалась для камина, может быть используется под вентиляцию. И сюда вентиляция, маловероятно, что дым пойдет. Потому что стоит перегородочка. Поэтому не надо забывать, что лучше, конечно, выводить. Но еще раз напоминаю, здесь дизайнерское решение. Дизайнер и проектировщики работают в связке. И я уже как бы вклиниваюсь в их работу и пытаюсь что-то изменить. Поэтому если у вас похожий проект, и вам дизайнер давит на вот эту вот красоту, да, он говорит, это красиво. И при этом ставит дымоход. Для чего он делает? Он хотел спрятать этот дымоход. Но он не знает нюансы по дымоходу, поэтому это работать не будет. И когда человек, мой заказчик, захочет поднять трубу, все, проблема на этом закончится. Потому что здесь очень большая вероятность, что не будет тяги. На камине не было бы. Здесь даже не надо об этом много разговаривать, ее не было бы. На барбекюшнице она будет, пока будет открыт камин. Как только комната, как только закроется навес, все, тяги не будет. Ну, об этом я с заказчиком, конечно, разговаривал, об этом я предупреждал его. Все, с вами был Дмитрий Михайлов. Всем хорошего настроения. Монтируйте дымоходы правильно. Конечно, прежде чем что-то сделать, подумайте и проверьте всю информацию. Потому что в стройке, не дай бог, что-то переделать. К стройке надо относиться очень серьезно. И не надейтесь, что строители вам сделают все хорошо. Надо перепроверять строителей, надо перепроверять монтажников. И особенно проектировщиков. Все, всем хорошего настроения. С вами был Дмитрий Михайлов. Комменбай. Пока.